Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня видео будет продолжение об отдыхе у свекрови. Сегодня будет очень много готовки, как я вам и обещала. Монтирование у меня заняло три дня. Долго. Не могла собраться, не могла понять, с чего начинать, чем продолжать. Потому что микрокусочки, которые надо было соединить между собой, выстроить какую-то логическую связь, я попыталась это сделать. Рассчитываю на ваше понимание, потому что делать это было действительно очень сложно. Так что, пожалуйста, у меня к вам большая просьба. Все, кто будет смотреть видео, пожалуйста, потом оставьте комментарий под видео, понравилось вам или нет, хотели бы вы попробовать что-то из приготовленных блюд моей свекрови. Ну, вообще, красиво это выглядит, некрасиво. Ей будет очень интересно, я все передам. По ходу видео я буду стараться что-то комментировать, хотя уже сама забыла, и все это было так быстро. Притом на мне двое деток, которых там... То надо было уложить спать, я не видела конечного результата, то что-то еще. В общем, заранее прошу прощения, но надеюсь, что вам все равно будет интересно. И не забудьте, пожалуйста, подписаться и оставить комментарий. Эта свекровь на сливочном масле в утятнице обжаривает с травами ягненка, и потом все это запекает в духовке в тех же утятницах. Стояла отличная погода, поэтому сервировали для гостей стол на улице. Вот так вот все это выглядело. Вечером всегда загружалась йогуртница. В этот день свекровь готовила обжаренные баклажаны и ризотто с домашним соусов из томатов. Это закуска, аперитив. Здесь два вида хумуса. И, по-моему, вот это вот, как это называется, томатный как суп легкий. Мадленки. Я вам говорила, вся выпечка тоже домашняя. Это вот процесс приготовления, собственно, ризотто. Риз свекровь выкладывает в специальные формы, немножечко утрамбовывает. Получается красивая ровная форма. Далее на рис она выкладывает грибы. Грибы тоже приготовленные домашние. Это, по-моему, белые. Томатный соус выкладывается на баклажан. И туда же на соус, получается, выкладывается рыба. Взрослым она клала два кусочка, детям по одному. Потому что в тот вечер ужинала семья из четырех человек, двое детей и двое взрослых. У нас с Миланчиком перерыв. Вернее, как перерыв? Мы сейчас покупались в бассейне, правда, сынок? Миланчик кушает мадленки, которые бабушка спекла. Я сейчас... Ну, бабушка, да, по-русски. Я сейчас съем тоже десертик с кофе. Это панна-котта. Наша бабушка, то есть моя свекровь, она все делает сама. Это было для гостей она готовила, но и осталось больше, чем приготовила. И потом меня ждет картофель на ужин почистить. Еще один вариант ужина для гостей. Это овощи и небольшие такие курочки, приготовленные на открытом воздухе. Я забыла, как называются именно вот эти небольшие. По-моему, это петушки. Они очень вкусные, получаются не жесткие. Для детей свекровь по половинке давала. И для взрослого одна такая небольшая, ну вот как курочка. Овощи, видите, она обжаривала на оливковом масле. Здесь лук, кабачок, перец и что-то еще, не помню. В общем, все это резали мы на такие кусочки. И самое главное, когда обжариваете овощи, смотрите, чтобы они не превратились в кашу. Ребят, смотрите, сегодня моя свекровь готовила вот такую закуску. Это хлеб, который обжарен в тостере. И потом она готовила такую замазку. Это масло и инжир. Получается, все это взбивается в блендере. Очень вкусно. И сверху этот, боже мой, как он, жамбон, короче. Господи, выпало из головы. Мы сегодня целый день работаем. Плюс у нас 34 градуса. Что-то, знаете, такое, ну совсем для нас необычное. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Здесь все задействованы в приготовлении домашней пасты. В общем, днем мы сделали тесто. Повесили сушиться. И уже вечером готовили для гостей пасту с морепродуктами. Было очень вкусно. Это специальная машинка для этого. Тесто готовится, по-моему, там на 100 грамм муки. Надо одно яйцо и все, ни воды, ничего. В общем, элементарно и очень вкусно. Ужин состоял из закуски, основного блюда и десерта. Но на десерт я не всегда успевала. В этот день свекровь готовила блины, соусы, которые потом надо было поджечь. У нас вот с первого раза не получилось, но все потом сделали. Мы позавтракали. У нас сейчас время обеда. Смотрите, свекровь пожарила картошку и положила куски сыра французского. Оно сейчас все расплавится. Мы будем есть сардельками. Не сардельками, а вернее на барбекю сделаем колбаски. Вот так вот они делают, французы. Видите, сыр расплавленный и картофель. Коте бюф? Мы называем колбаски, но обычно это для бюфа или геннист. Это не для бюфа. Потому что для бюфа, это слишком сильный, не для бюфа. Это не для бюфа, это не для бюфа. Это для бюфа, это для бюфа. Коте бюфа, это для бюфа. Это еще один вариант французской закуски. В общем, маленькие маринованные перчики. Внутри продается в магазинах такая смесь. Знаете, там рыба и пюре картофельное. Очень-очень вкусное. Все это заливается потом соусом тоже из перца. Это один из десертов, который мы готовили для гостей. И это единственный, который мне совсем не понравился. Ну, а это так называемая секретная комната. Это специальный холодильник, в котором хранится вино при температуре 14 градусов. Здесь есть, да? И что, пир хранит вино? Это никогда не знаю. Здесь на полках у свекрови хранятся различные закатки. Это варенье. Я не буду вдаваться в подробности, описывать каждый вид. Здесь есть и пюре, и желе, и что-то там еще. В общем, из всего, чего возможно. Фрукты, ягоды. Все-все-все. Все-все-все. Потом можно только разогреть. Жир, конечно же, убрать весь. И хранится довольно долго. Тоже грибы. Снова грибы. А, нет, нет, или грибы, или помидоры вяленные. Нет, грибы. Это такая мясная паста, рецепт которой я вам обещала дать. И я его взяла. Видите, она закатывает в банки. И потом банку открываешь, намазываешь на хлеб эту мясную пасту. И очень вкусно. Мне нравится. Это... Не помню, что это было. Какие-то снова закатки. Видите, довольно много. И что самое главное, это сухие грибы. Во всем ей помогает муж. Вот это тоже куски, видите, утки. То есть, они вместе и собирают яблоки. Он, допустим, их честит от кожуры. Она потом режет, варит варенье. Грибы он собирает. Она точно так же их потом превращает в какие-то закатки. То есть, все делают вместе. Это фуагра. Видите, как французы закатывают. То есть, у них не такие банки и крышки, как у нас. Снова утка. Мы приехали в место, которое называется Грот де Бетарам по-французски. Сейчас ждем специальный автобусик, который отвезет нас ко входу. Грот де Бетарам по-французски. И как вы можете увидеть, это замечательно. Здесь, вы также на самом низком уровне древности. Вы имеете в виду 300 мм. Вы на самом-середине, на самом-середине. И вы на самом-середине 330 мм. Вы на самом-середине. У меня есть немного. Мы приехали уже домой И дома нас ждал сюрприз Правда, Милан? Что мы получили? Спасибо, Светлана За фиксики За фиксиков ты доволен? Да Это то, что ты хотел? Да Большое-большое, Светлана, вам спасибо Все дошло Дошли не только фиксики, но и конфеты Правда, мы уже попробовали Как тебе конфетки, Милан? Вкусные эти две Эти две А ты знаешь, откуда они? Вот это И вот это Они очень вкусные А ты знаешь, откуда они? Нет Они из России Правда? Да Представляешь? Да Они очень вкусные Мы открыли посылку Честно говоря, не успела снять процесс открывания Потому что Адрианчик плакал, хотел спать А Милан не мог терпеть Так что мы уже открыли Все-все-все получили Вот они такие красавчики Милан сейчас будет играть Светлана, еще раз вам огромное-огромное спасибо Спасибо Ты доуфолен нахуй? Да Очень? Да Спасибо Спасибо Продолжение следует...